Эта жировая оболочка не даёт ему быстро увяливаться, что положительно сказывается на вкусовых качествах, ну и отрицательно сказывается на времени вяривания. Здравствуйте, друзья, коллеги, уважаемые подписчики! Сегодня у нас будет сыровяленая пашина. Пашина, подчерёвок, грудинка, ну, каждому своё. У меня есть вот такой вот замечательный кусочек, очень мясной, и его мы и будем готовить. В первую очередь мы снимем кожу. Потому как она нам не нужна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, вот как-то так. У нас кожа убрана. Теперь нужно немножко в кусочек наш подровнять. То есть вот эта вот выступающая часть, ну, по моему мнению, здесь тоже особо не нужна. Надо, чтобы, как говорится, был прямоугольный лоскут. Отрезаем, убираем в сторону. Получили вот такой замечательный кусочек. Смотрим, что у нас получится, если его заворачивать. Ну, в принципе, неплохо. Но вот этот толстый нахлёст мне не нравится. Поэтому мы сейчас его развернем. То есть я его разрежу вдоль и разверну на две более тонких части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, вот как-то примерно так. У нас получился вот такой вот длинный-длинный лоскут, из которого мы и будем делать наш рулет. Вот здесь немножко можно ещё чуть-чуть подрезать. Единственное, вот здесь есть вот такой вот мягкий жирок, который, наверное, мы отсюда уберём. Ну что, наш лоскут готов к просаливанию. И будем приступать. Вот, нет, кстати, вот ещё какая-то венка здесь, которую надо, наверное, тоже удалить. Будем просаливать. А для того, чтобы просаливать, надо её взвесить. Взвешиваем нашу пашину. И получается 2 килограмма 380 граммов. Ну, для ровного отсчёта возьмём 2 400. Дощечку, перед тем, как класть на неё пашину, я затарировал, поэтому она в учёт не берётся. Ну, а теперь берём соль. Солить буду этот раз только нитритной солью. Приступаем. Для посола буду использовать нитритную соль. 59 с лишним граммов. Ну, грубо говоря, 60. Вот она, чисто нитритная соль. То бишь, нитрит натрия с поваренной солью 5-6%. А в качестве специй буду использовать чёрный молотый перец, розовый перец, душистый перец и мускатный орех. Для того, чтобы это использовать, всё измельчу в кофемолке. Ну, а там каждый измельчает любым доступным способом. Мне нравится в кофемолке, во-первых, по времени измельчения можно добиться разной фактуры. Крупной, мелкой. Вот в данном случае мне нужна как можно мельче. Измельчаю и будем продолжать. Соль готова. Специи перемолоты. По специям, ещё раз напоминаю, у нас душистый перец, чёрный перец, розовый перец и мускатный орех по одному грамму на килограмм сырья, то бишь мяса. Перемешиваем соль со специями. И приступаем к посолу. В принципе, в смесь можно было бы добавить ещё какой-нибудь антиокислитель жира, чтобы жир не прогоркал. Но по опыту у меня такие вещи долго не хранятся, поэтому особой необходимости в таких мерах не вижу. Продолжение следует... Ну а теперь... Так, первоначально сворачиваем всё это дело в рулетик. Пока это ещё не окончательно. И отправляем просаливаться в контейнер. Просаливаться всё это дело будет у меня 4 дня. За 4 дня я каждый день буду его доставать, массировать и сворачивать по-другому. Ну а на этом сегодня всё. По прошествии 4 дней встретимся. Прошло 4 дня с момента засаливания нашей машины и приступаем к дальнейшим действиям. Я её каждый день доставал, массировал и сейчас, в крайний раз, я её разверну, хорошенько помассирую. Чем лучше массируется мясо чаще, тем оно потом нежнее, вкуснее и лучше пропитывается ароматами специй. Ну, а плюс ко всему ещё в процессе созревания оно лучше склеивается. То есть, рулет лучше собирается вместе. Ну, вот так вот мы его промассировали и теперь нужно его свернуть. У нас получился такой довольно длинный кусочек. Я беру вот этот край, который чуть потолще, я его беру внутрь. Край, который потоньше, он будет закрывать наш рулет. И обязательно, что вот то, где у нас немножко жарко, сало осталось, это должно быть снаружи рулета. Как раз вот этот слой не даст в процессе рулету слишком быстро завяриваться и перевяриваться. Теперь стараемся как можно плотнее его завернуть. чем плотнее, тем однороднее потом будет рулет. Вот так вот его сворачиваем и получаем вот такой вот замечательный батон. Теперь для того, чтобы его упаковать, у меня есть формовочная сетка калибр 150, потому что та, которую я обычно использую для того, чтобы вялить шею, либо еще что-то такое, не сильно большое, оно сюда не подойдет. Поэтому беру сетку 150. Кто-то скажет, что здесь диаметр меньше, но сетка, если брать ее калибр, она нормально работает до половины своего калибра. То есть, вот если здесь 150, то до 75 она вполне нормально работает. Но у нас где-то тут примерно около 120. и вот такую вот трубочку, аппликатор я буду использовать именно из 120 нержавеющей трубы. Теперь берем сетку и отрезаем кусок ну примерно сантиметров на 7 длиннее с каждой стороны. То есть, как бы жалеть сетку глубокого смысла нет, а потом не хватит 2 сантиметра и придется все это дело, как говорится, переобувать. Лучше уж лишнее подрезать. Одеваем сетку на аппликатор. так, это у нас готово. Далее, чтобы пока мы все это дело будем пихать в нашу сетку через аппликатор, чтобы наш рулет не разворачивался пока мы его будем упаковывать, мы его зафиксируем колбасным шпагатом. Ну, узел стандартный, берем кончик нити шпагата между большим и указательным пальцем, забрасываем петлю вокруг пальцев, цепляем ее здесь и удерживая кончик получаем вот такой вот петелечку. Теперь эту петелечку набрасываем на наш рулет и затягиваем. Ну, а далее вот так. А далее оборачиваем чтобы затянуть по всей длине. Получаем вот такой вот рулетик. Теперь этот рулет опускаем в наш приборчик, приспособу и упаковываем в сетку. Ножницы у меня упали. Ладненько, подняем. теперь в принципе шпагат мы можем просто вот так вот взять и отсюда удалить. Можно, конечно, и не удалять. Оставить его внутри. Но это уже особой роли не играет. Я удалю. Вот я размотал его полностью с рулета. Теперь я заберусь сюда внутрь, подцеплю его здесь, разрежу нашу петельку начальную и все. Ну, а теперь просто-напросто возьмем и упакуем той же ниткой наш рулет. Обвяжем. То есть делаем такую же петлю. подтягиваем. Да, кстати, когда покупаете шпагат, смотрите, чтобы плетение было плотное, хорошее, вот как здесь. Бывают шпагаты продаются, у них плетение рыхлое. И тогда ими обвязывать не очень удобно, потому что они не скользят нормально. Приходится мучиться. Когда плетение хорошее, то обвязывать гораздо проще. стандартные колбасные узлы. Теперь делаем петельку. Как это все делается, я показывал в ролике с сыровяленой шеей. Ну вот это вот ссылочка. Вот и все. Теперь обрезаю лишнюю сетку. И наш рулет готов к вялению. Вот так вот он сейчас выглядит. Теперь я его взвешу, как обычно, и повешу бирочку отправлю вялиться до потери веса не менее трети. А мы с вами теперь встретимся где-нибудь месяца через два. Итак, вот он наш рулетик. Практически уже готов. Провел он в этом холодильнике четыре месяца. Сейчас снимем, взвесим, посмотрим. Холодильник показываю специально, потому что периодически возникают вопросы, где вы вялите. Сейчас вот из мяса здесь остался один рулет, ну а остальное это всякое там сырное засилие. Ну, как вы уже слышали, процесс вяления у нас сильно затянулся, а все благодаря чему? Потому что у нас наш рулет практически везде, со всех сторон покрыт вот такой вот жировой прослоечкой, ну или жировой оболочкой, можно сказать. И эта жировая оболочка не дает ему быстро увяливаться, что положительно сказывается на вкусовых качествах, ну и отрицательно сказывается на времени вяления. То есть, вместо тех же двух месяцев, на которые я изначально рассчитывал, ушло на вяление четыре месяца. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось по весу. Вот, я приготовил весы. Как видно, он должен быть кило шестьсот примерно, плюс-минус. ну и смотрим. То есть, один килограмм шестьсот двенадцать граммов. Двенадцать граммов абсолютно никакой погоды нам не делает. Поэтому будем вскрывать и смотреть, что у нас получилось. Если бы у нас был чисто мясной кусочек, то после вяления я бы его наверняка оставил еще на пару неделек в вакууме в холодильнике, чтобы перераспределилась нормально влага. а так как здесь у нас все верилось медленно и наш жировой слой защищает от быстрого провяривания, то будем вскрывать сразу. Давайте посмотрим. вот что у нас получилось. Я вам скажу, вид очень даже интересный. Теперь давайте его чуть распакуем ну и немножко нарежем. у нас получается все вот такого шикарного вида и посмотрим, что оно на вкус. ну на аромат просто вяленое зрелое мясо. Но вкус я вам скажу это довольно интересно. То есть вот если сравнивать с мясом, которое у нас например вялится пару месяцев, то вкус совсем ни в какой сравнении не идет. Уже совсем интересные такие зрелые нотки появились. Замечательная вещь. Просто вкуснейшая. Единственный минус долгое приготовление плюс замечательный вкус. Что я могу сказать по этому поводу? Буду делать этот рулет периодически. Очень вкусно, очень интересно. Ну а на этом будем закругляться. Всем всего доброго. Всяких разных вам вкусностей. вкусностей. Всяких вкусностей. Всяких вкусностей.